Привет всем! В этом видео я хочу с вами поговорить о том, как дешево путешествовать по Германии. Мне кажется, что это видео будет очень актуальным для всех, для тех, кто собирается один раз приехать в Германию, и для тех, кто уже живет в Германии, планирует какую-то поездку. И, конечно же, очень многие спрашивают о том, как спланировать свою поездку, если вы собираетесь, например, поступать в несколько разных студенколлег, или если вы хотите посетить несколько городов Германии. Так что об этом сегодня тоже расскажу. Поехали! Думаю, самые внимательные мои подписчики заметили, что видео сейчас выходят не во вторник и в пятницу, а иногда и в другие дни. Но не пугайтесь, я сейчас готовлюсь к экзаменам, и иногда просто не успеваю именно во вторник, или в пятницу подготовить и выложить видео. Но видео все так же, как и раньше, будут выходить два раза в неделю. Так что обязательно заходите на канал и проверяйте. Ну и самый первый пункт того, о чем я хочу с вами поговорить, это и есть сама поездка в Германию. То есть доезд в Германию из какой-то другой страны, и я вам скажу, что мой самый первый совет, это, наверное, скорее всего отказаться от услуг турагентства. Потому что мне кажется, что для Германии услуги турагентства не актуальны, потому что человек, который хотя бы минимально знает английский или немецкий язык, без каких-либо проблем может сам организовать свой поезд. Все это делается через интернет и, в принципе, не составляет никаких сложностей. Так что сейчас по пунктам об этом всем расскажу. Вторым, но не менее важным пунктом является перелет. И тут я вам предлагаю обратить внимание на разные лоукостеры, потому что в Германию не обязательно ехать на таких фирмах, как Люфтганза, например. Конечно же, Люфтганза предоставляет очень хороший сервис, но и цены на их билеты, на перелеты кусаются. Обратите внимание на разные лоукостеры, такие, например, как Ryanair. Это самый большой лоукостер в Европе. Или же Visair, который предлагает дешевые билеты из Восточной Европы, в Германии и другие страны. Недостатком лоукостеров является то, что вы платите отдельно за багаж и питание, поэтому у вас, по сути, каждый килограмм или каждый чемодан будет стоять под вопросом. Но, несомненным преимуществом является цена. Цены на лоукостеры день это дня очень сильно меняются, поэтому нужно следить. Но бывают такие дни, когда цены просто очень дешевые, и в этот момент нужно обязательно брать билеты, потому что действительно вы можете сэкономить в 2 или в 3 раза по отношению к какой-то именитой фирме, например, как Люфтганза. Также, если вы ищете самые дешевые билеты на какой-то день или на какую-то дату, то советую вам сервис Google Flights, который вам позволяет как раз вот эти самые дешевые билеты от всех фирм, от всех предложений, которые есть в интернете, отфильтровать. Третьим пунктом является проживание. И, по моему мнению, у вас есть два варианта. Это гостиница или же апартаменты. С одной стороны, гостиница хороша тем, что в Германии даже трехзвездочные гостиницы являются абсолютно нормальными. То есть у вас будет все необходимое. У вас в комнате, скорее всего, ну за исключением очень там каких-то уж недобросовестных гостиниц, у вас будет чисто, убрано. И, в принципе, даже в трехзвездочной гостинице проживание вам понравится. И, конечно же, другой вариант для тех, кто достаточно длительно уже собирается жить в Германии, может быть, несколько недель или месяц или дольше, посмотрите обязательно в One and Offside. Для них есть специальные сайты, ссылочка будет под видео. А вот если вы будете искать гостиницу, советую вам сайт Booking.com. Ссылку вы также найдете внизу в описании. Сайт Booking.com позволяет вам действительно увидеть выбор гостиниц, которые у вас есть на определенные даты. И, конечно же, обратите внимание на то, что в Германии в определенных городах в определенные дни проходят выставки или какие-то мероприятия. И вот на эти несколько дней цены в гостиницах просто взлетают до небес. И у Booking.com есть очень удобная функция, потому что он может вам сообщить, что если вы сдвинете ваш период проживания, например, на несколько дней в одну или в другую сторону, то вы можете сэкономить, например, 100 или 200 евро. Четвертый пункт – это питание. И, конечно же, очень многие, кто приезжает в Германию на короткое время и поселяется в гостинице без кухни, предпочитают кушать в ресторанах и кафе. Конечно же, это вкусно, и вы можете попробовать разную кухню, но это и достаточно затратно. Для тех, кто хочет сэкономить, я предлагаю заглядывать в разные супермаркеты, потому что Германия – это, в принципе, страна, в которой люди много работают, поэтому тут есть очень большой выбор разных полуфабрикатов готовой еды, которую вы можете купить и, в принципе, на которой можно прожить даже несколько дней, если у вас нет абсолютно никаких кухонных принадлежностей в вашей гостинице. Конечно же, не советую вам питаться постоянно полуфабрикатами, но уже если у вас в гостинице, например, есть микроволновка или же маленькая кухонька с плитой, вы, в принципе, никакого недостатка в еде не будете чувствовать, если вы будете постоянно закупаться в супермаркете и в целях экономии откажетесь от регулярных посещений кафе и ресторанов. Дешевыми супермаркетами являются Aldi, Lidl, Penny, Netto, и, в принципе, в них есть все необходимое, что вам нужно, а цены там в два раза или даже больше ниже, чем в дорогих супермаркетах. Пятый пункт – это перемещение. Я вам однозначно советую пользоваться общественным транспортом, потому что, во-первых, это дешево, конечно же, относительно, да, конечно, не так дешево, как у нас, но, а вот такси в Германии – это очень дорогая услуга, поэтому такси вам не советую пользоваться. Сеть общественного транспорта очень объемная, очень широкая, поэтому, в принципе, в любое место в городе можно добраться на общественном транспорте, и если вы путешествуете как какая-то группа людей, да, как компания, или же, если вы со своими родителями как три человека приезжаете в Германию, обязательно смотрите, есть ли доступны групповые билеты. Групповые билеты рассчитаны до пяти человек, а стоят так, как билеты на два человека, поэтому это очень выгодно, если у вас, например, три и больше человек. Ну и шестой и последний пункт – это поездки между городами, потому что многие меня об этом спрашивали, те, кто, например, должны писать в короткое время несколько вступительных экзаменов в разные студенты коллег в разных городах, они действительно очень озабочены этим вопросом, как ездить между разными городами наиболее быстро и выгодно. Конечно же, в нашем сознании самым дешевым методом поездок между городами является поезд. Я вам скажу, что для Германии это утверждение не является верным, потому что в Германии поездки на поезде являются очень дорогими, и я вам хочу предложить несколько альтернативных вариантов. Конечно же, люди, у которых есть права, могут арендовать машину, но это напряжено по многим причинам. Во-первых, потому что парковка везде платная, во-вторых, потому что движение очень вот такое вот напряженное и быстрое в Германии, и поэтому то, что я вам предлагаю, это использовать автобусы вместо поезда, потому что, например, билеты на автобус между несколькими городами могут стоить 20 или 30 евро. Поездка же на поезде на ту же дистанцию может стоить, например, 50 или 70. Так что междугородние автобусы это комфортный и, в принципе, достаточно экономный способ поездки. Ну и для самых отчаянных могу предложить такую фишечку, которая на самом деле есть в Германии, в Европе, которая нет у нас. Как это вообще выглядит? Если человек знает, что он должен ехать из одного города в другой на машине, он выставляет объявление в интернете, что у него, например, есть три свободных места в машине, и он хочет взять с собой людей, которым тоже нужно в эту же дату ехать в тот же город. С одной стороны, водители, владелец этой машины, экономят на бензине, потому что иногда бензин делят на количество людей, которые едут, иногда просто люди, которые, скажем так, пользуются этой услугой, оплачивают водителю бензин, но в любом случае это выгодно для всех, потому что, с одной стороны, водитель не теряет так много денег на бензин и на поездку, а с другой стороны, человек, у которого нет машины, может воспользоваться этой услугой и очень экономно и быстро доехать в другой город. В Германии это называется Mid-Fargel-Eggenheit, и также есть специализированный сайт, на котором размещают огромное количество таких вот объявлений, его вы найдете также под видео в описании. Ну что, я поделилась с вами некоторыми секретами, которые помогут вам максимально экономно и быстро путешествовать между городами. Надеюсь, что это видео вам понравилось, было интересным, жду ваших вопросов, потому что понимаю, что в одном видео невозможно рассказать все о путешествиях по Германии, так что жду вопросов, жду ваших отзывов и жду ваших лайков. До новых встреч, друзья! Пока-пока!